Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Тут как-то недавно проскочил комментарий о том, что по поводу 90-х годов, как это было. Просто люди говорят, продолжай, это интересно. И сегодня я хочу немножечко рассказать о том, какие нравы царили в 90-х. Первое место моей работы в бизнесе, в частном, это была маленькая страховая компания. Очень крохотная, тогда еще страховые компании можно было зарегистрировать с уставным капиталом 10 тысяч рублей и с успехом работать. Ну, понятно, что страховых резервов не было никаких, и шеф придумал такую схему бизнеса. Он, тогда была бешеная инфляция, банки вдруг начали раздавать кредиты под бешеные проценты. Там проценты были такие, что, в общем-то сказать, забубенные, но прибыли тоже были забубенные. И единственная проблема, что нечего заложить в банки. И поэтому шеф пошел в банк, которые тоже плодились как грибы. И, соответственно, он предложил такую схему. Говорит, а давайте организуем между собой. Это его любимое слово было. Говорит, к вам приходит клиент, кредит брать. А кредит, ну, заложить ему нечем. Поэтому давайте, значит, вы посылаете мне клиента, вы получаете клиента, который берет кредит и отдает вам, вы получаете прибыль. А в качестве страховки этого кредита, ну, моя страховка, мое честное имя. Вот. И таким образом шеф существовал, естественно. Вот. И, ну, пока не возникала ситуация с невозвратом кредита. Когда такая ситуация возникала, шеф говорил, а нецелевое использование кредита, и мы отказываем выплате страховки. Ну, и, естественно, отношения с банком резко портились, но банков было много, и поэтому шеф шел в другой банк. Вот такие отношения были. И однажды сидим мы в нашей страховой компании, скоро выплачивать зарплату, денег нет ни копейки. И все сидят, говорят, шеф, ну что, когда будет зарплата? Шеф говорит, ну, кто-нибудь придет и что-нибудь застрахует, авось. Вот. И приходят мальчики такие. И говорят, вот, нам нужно застраховать кредит. Шеф посмотрел такой, прикинулся. Говорит, ну, ребята, а что вы можете заложить? Давайте мне что-нибудь в залог. Ну, ребята принесли какие-то документы о том, что у них есть дом, который они готовы заложить. И шеф говорит, ну, хорошо, давайте, есть залог, формально все есть. Значит, он подписывает документы. Ребята, переводите мне деньги, там какие-то небольшие деньги. Ребята переводят деньги. Шеф выплачивает всем зарплату. Ну, в общем, вроде проблема решена, но... Шеф на следующий день говорит, ну, проблема не решена, на самом деле, проблема отложена, потому что через три месяца банк придет к нам с требованием, потому что мальчики кредит не вернут. Я говорю, почему вы так решили? Шеф говорит, да, в общем, там все ясно, говорит, там кредит такой, что... Ой-ой-ой. Вот, и... А дом был, который ребята заложили, дом был в Екатеринбурге. Насколько я помню, у шефа были друзья в Екатеринбурге. Он позвонил туда и выяснил, что по адресу, который дали ребята, дом, который заложен, стоит будка трансформаторная. Вот, то есть, соответственно, дома никакого нет. И проходит, естественно, три месяца. Естественно, мальчики кредит не возвращают. Банк обращается к шефу, шеф объясняет банку, что не целевое использование кредита, поэтому это не страховой случай, ребята. Поэтому вы сами как бы виноваты. Но банк не успокаивается, естественно, подает в суд на шефа и на мальчиков в суд. Вот. И вот тут мальчики вдруг начали вести себя не очень адекватно. Они говорят, ну как же, нас тут кинули. Я вполне не исключаю, что ребят кинули, что... Ребят, ну раз вы застраховали, вы уже заплатите, а нас кинули, да, это вот страховой случай. Вот. Ну, шеф начал им объяснять. Короче говоря, мальчики нанимают бандитов. И вполне серьезных. И, ну, шефу деваться некуда. Приходят бандиты. Мы сразу все раз по углам разбежались. Короче говоря, шеф сидит один в кабинете. Двое. Короче, там все серьезно, значит, приставляют шефу к виску пистолет. Настоящий. И сумма была огромная, кредита. И шеф такой... Так. Отводит немножечко пистолет. Говорит, давайте все-таки поговорим. И шеф говорит, ну, давайте посмотрим, что будет. Вот сейчас вы нажмете на курок, значит, там мозги вылетят, все дела. Будет уголовка. Говорит, денег вы не получите при этом. Ну, говорит, что вам от этого толку? Возиться с уголовкой, вот с этим закрытием уголовного дела и так далее. Вот. Я человек старый, мне, говорит, уже пофигу. Он действительно был уже старый, там за 60 лет ему было. Вот. Поэтому, ребята, я предлагаю вам сотрудничество. Говорит он. Тогда вы сможете отбарабанить свои деньги при помощи меня. Ребята такие. Так. Слушаем. И шеф, значит, смотрит им в глаза и говорит, вот мы страховая компания, у нас часто бывают такие случаи, что когда они возвращают кредиты, к нам приходят с требованием. И так как вы бандиты, то мы с вами можем сотрудничать, я буду вам поставлять клиентов, а вы будете вышибать из них деньги. И, соответственно, вернете вот эти деньги, а я вам помогу в этом. Буду помогать поставлять вам клиентов. Ну, то есть, шеф в своем репертуаре, он предложил бандитам между собойчик. Вот. И, собственно говоря, прокатило. Ребята сказали окей. Договорились. Они пожали друг другу рук. Ребята ушли. Шеф такой сидит. Дверь захлопнулась. Мы что? Шеф говорит, так все. Короче говоря, шеф просто молча поднялся. Пошел на седьмой этаж, там был ресторан, и в тот день он надрался коньяка. Да, нельзя. Вот. Ну, а потом он рассказал вот то, как он отгородился от этого. Вот, ну, такие нравы были. Ну, что я могу сказать дальше? История получила продолжение. Да, бандиты исчезли и навсегда, собственно говоря, потому что, ну, шеф им, не было клиентов, которых шеф им поставлял, а бандиты как-то надеялись на что-то, и поэтому, короче говоря, все так и рассосалось. Вот. Ну, а что было с банком? Банк в результате, ну, не успокоился. Он подавал сначала на этих ребят в суд. Вот, ребята не вернули деньги, банк подал в суд на шефа, на страховую компанию. Ну, естественно, страховая компания не явилась в суд первый раз, банк проявил упорство, и страховая компания, ну, тоже опять не явилась во второй раз. И вот, третий и последний раз, там есть срок подачи иска. А банк был какой-то такой, электросветмонтаж банк. Вот, и последний срок, и шеф отчитывает, так, такого-то числа, там, по-моему, 30 июня, значит, до 18 часов, если из банка не позвонят, что подали в суд, то исковая давность, и все. Можно считать дело закрытым. Ну, короче говоря, у банка дела были абсолютно никакие, поэтому банк был на грани. Короче говоря, 30 числа. Мы сидим все, как на иголках, ждем звонка из суда. 15 часов, звонка нет, 16 часов, звонка нет, 17 часов, нет звонка, 18 часов, звонка нет. Шеф молча поднимается и идет на седьмой этаж. Вот, и позже мы выяснили, что у банка у самого проблемы возникли, там, с какими-то, так сказать, ему не до этих денег, и, в общем, все. Вот так все и решилось. Вот такие нравы были. Ну, я это видео снял не потому, что, так сказать, там, хочу кого-то, ну, предложить вот именно так вести себя, но, значит, какой важнейший урок, который я из этого, из этой всей истории вынес. То есть, что, ну, во-первых, безвыходных ситуаций не бывает, и второй урок, что если к вам приходят ваши враги, и они хотят что-то с вами сделать совсем-совсем плохое, надо предложить им сотрудничество, и, возможно, сделать ваших противников вашими друзьями. То есть, смотрите, у вас есть противники, и вражда какая-то, конфликт. И конфликт это всегда плохо, вражда это всегда плохо, а дружба это всегда хорошо. И шеф, вот, буквально с пистолетом у виска предложил людям сотрудничество. И сотрудничество это всегда лучше. Превращайте своих врагов в своих друзей. Ну, вот у меня сейчас канал, например, на ютубе, да, и вы сейчас на нем находитесь. И есть у меня конкуренты, которые пытаются вот прийти и переманить у меня подписчиков, например. Каким образом? Ну, они говорят, что вот он говорит фигню, а я-то на самом деле вон какой крутой, ну, давайте ко мне. Ну, ребята, ну, на этом не заработать, ни подписчиков, ничего. А, ну, например, если кто-то предлагает сотрудничество, почему нет? Мы же всегда можем найти общие точки зрения, если какой-то канал занимается тем же самым, то есть повышает какой-то уровень финансовой грамотности, какие-то другие финансовые продукты предлагают. Ну, почему не сотрудничать? Зачем поливать грязью? Я вот к чему. Понимаете? То есть есть люди, которые там начинают меня критиковать. Ты не то говоришь, а вот я то говорю. Ребята, давайте вместе говорить одно общее дело, и все. Можно же договориться. Вот такой урок из 90-х, который, ну, я вынес из такой вот совершенно жуткой ситуации. И это был не последний урок. Если вам интересно, напишите в комментариях. Я могу продолжить. Там уроков была масса. Я там работал всего мало, но я у шефа очень многому научился. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Жду ваших комментариев.